здравствуйте друзья у нас утренний вопросик такой относительно продолжительный мне 24 года я программист живу и работаю в небольшом городе работы тут не особо много как и специалистов все едут в москву но мне повезло я нашел замечательную работу и занимаю хорошую должность компания маленькая но зато я чувствую свою значимость на мне многое держится начальство мной очень довольна и держится за меня регулярно улучшая мои условия труда так вышло что несмотря на молодой возраст я уже успел поработать шести разных компаниях обстоятельства от меня независимые складывались так что я вынужден был менять места работы и проработать на одном месте удавалось не более полугода я очень не любил те чувства которые испытывал при переходе на новую работу новый коллектив постоянное ускорение ускоренное изучение чего-то нового технологии подходы к работе в каждой компании разные при первые несколько месяцев приходилось привыкать а потом привыкнув и освоившись выходило так что я снова должен был менять работу я мечтал о компании в которой получится остаться и стать частью компании чем-то важным кем-то важным но есть в этом и плюсы получалось так что каждая новая работа была более сложная и более профессиональная и заставлял меня расти профессионально кроме того работа в разных компаниях дала мне возможность увидеть как они устроены изнутри теперь мне есть чем сравнивать в последней компании я работаю уже более года все хорошо и наверное я бы продолжал радоваться относительно беззаботной жизни но я стал замечать что мне стало скучно мне не хватает тех ощущений которые я испытывал приходя в новую большую компанию как я боялся не дотянуть и тратил все свое время на обучение чтобы поскорее подтянуть свой уровень и быть на уровне своих новых коллег в итоге все чаще посещают мысли переехать например москву и устроиться в большую компанию узнавать что-то новое я хочу работать с теми кто умнее лучше меня мне этого очень не хватает жена против то есть у него уже жена в 24 года так жена против она не понимает мою тягу к развитию говорит что нам и тут хорошо зарплата у меня в несколько раз выше средней обидно бросать все ведь я потратил много сил чтобы добиться всего этого а теперь все сначала и действительно обидно но что делать с другой стороны я стал задумываться о том что всегда будут места где люди умнее зарплаты выше и условия труда лучше нельзя же всю жизнь прыгать с места на место я знаю что работодатели не любят таких сотрудников но не должен ведь я загонять себя в клетку хоть и комфортную как бы вы поступили на моем месте чтобы вы мне посоветовали что сказать молодому человеку очень похоже на нашу американскую историю это все иди да и единственно что скажем то у нас не по полгода получалось но может быть погоду там или около того но еще язык да кстати на иностранном языке это все то есть к трудностям освоения на новом месте то есть мало того что люди разные они там из разных мест сами с разными акцентами говорят но действительно за пару лет буквально там за пару тройку лет я профессионально поднялся на совсем другой уровень значит у меня первая компания была почти год 10 месяцев там я проработал но вообще как бы первое хотя этом уже начал автоматизацию дел потом была мультимедийный стартап не то чтобы я там сильно набрался этой мультимедии но поскольку у них был такой продукт где на один сиди устанавливалась там не знаю 67 десятков других продуктов эти время было мало места занимали вот и там была система которая защищала их на этом сиди и только по какому-то значит там ключевому словечку которое можно было за деньги получить с этого сиди устанавливался софтвер на компьютер человек то есть это был такой try before you buy то есть вот ты можешь попробовать там три-четыре раза запустить софтвер понравился значит купи и вот там у меня появилось очень очень широкое видение программных продуктов то есть за тот почти год что там проработал я в своих руках передержал перепробовал где-то автоматизировал там запуске и так далее ну наверное там сотню с лишним там может быть две сотни продуктов но что-то невероятно вот то есть какое-то такое видение приобрел большое потом был борланд там месяцев 8 там был контракт в борланде я научился автоматизации хорошо потом следующая позиция был менеджером то есть каждый следующий значит переход он он давал какой-то подъем 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 вот а потом уже там ну еще кое-что было ну это же я почувствовал что не растут больше как-то вот скучновато стало при том что меняешь вроде и и вроде сидишь и с последней работы я ушел ну как боже в школу полностью перешел мне там тоже стало скучно похоже все знакомо когда я был в возрасте молодого чека закончил институт пошел ну по распределению в конструкторское бюро и там сидел в этом конструкторском бюро конечно мне папа по правильному надо было бы каком-то научном учреждении работать но научно меня не брали вот опять я знаю что некоторых на них как красная тряпка действует вот не брали вот портнов михаил петрович там говорят заходите потом смотрит паспорт евреи гаи уже не нужно это я я уже прошел это во всех вариантах ну и слава богу взяли в это к.б. я там сидел в этом к.б. а к.б. такое знаете движение народу нет одни евреи уйти некуда вот тыр-пыр значит вот и уйти некуда и кончики и тоже скучно становится насколько я там четыре года проработал скучно и в итоге они тоже там работа поменяла я уже область совсем поменял то есть я стал заниматься разработкой методов быстрого обучения то есть вообще плюнул на техническую область а мне еще говорили там люди в этом к.б. которые всю жизнь просидели они год миша ты же инженер ты же там это самое талантище там что же ты делаешь ты губишь свою карьеру там и туда как-то не прочувствовал короче и так вот и ушел поэтому я когда читаю вот то что парень пишет прямо вот знаете как вспоминаю свою жизнь всю и вот это вот еще соотношение знаете когда ты от контракта к контракту от проекта к проекту набираешься опыта есть люди которые вот сша например много они профессиональные консультанты то есть они никогда и не возьмут постоянную позицию именно потому что на консультантской работе они во-первых конечно гораздо больше зарабатывают давайте на солнышко вас туда отправлю на красивую дорогу во-первых они гораздо больше зарабатывают во вторых они постоянно как-то на переднем фронте знаете конечно люди которые делают очень серьезные вещи ну скажем программисты там да не тестеры но вот программисты гораздо большей степени компания если человек крут и от него много зависит норовит иметь его среди постоянных сотрудников потому что мало написать код но кто-то должен и дальше развивать и поддерживать там и так далее ну что ж так он пришел сделал и исчез поэтому его постоянно как бы на это дело но провоцирует переходи к нам штат и так далее но если человек убежденный идейный там и так далее ну значит да есть компании которые консультанту человеку со стороны не дадут как бы такой глубокой и серьезной работы как например дадут постоянному сотруднику поэтому опять у них есть какие-то такие поди палка о двух концах хочешь серьезные вещи делать иногда консультантом не получится но чем надо смотреть но почему я рассказываю есть такие убежденные консультанты вот они так живут и когда светлана у меня попала в microsoft она до этого было несколько лет консультантом она вообще нигде нигде до microsoft и не работала как постоянный сотрудник пришла поработал там шесть месяцев 9 месяцев пошла дальше ей нравилось это то есть ей нравилось что не нужно вникать там в личную жизнь там сотрудников пошли ты как бы как консультант ты пришел и тебя не интересует их личная жизнь их дети какие там разговоры сюда пришел поработал пошел дальше и она привыкла напряженно работать консультанты не берут вот на приличные деньги чтобы он сидел там и расслаблялся он пашет и когда она попала в microsoft я помню что вот ей все хотелось дело живого а там что-то как-то не маловато было нагрузки непривычно мало нагрузки и однажды начальник ей говорит вот хочу взять человека который будет чего-то там делать причем такой интересные какие-то дела и светлана выгодь послушай может быть не надо брать человека дай мне еда я сделаю и он легит нет 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 говорит он ты перегружена you are overwhelmed вот она в общем-то маялась от того что было недогружено по сравнению с тем как консультантом было а так они вроде будет вообще все так работали но это как бы особый мир поэтому я смотрю что вот у парня есть некоторая тоска по тем временам когда он каждые полгода куда-то приходил переходил технологический рост там профессионально там и так далее и вот он 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 вдруг начал скучать по этому делу может быть у него контракторская жилка такая то есть вот это то где он реализуется вот сама реализуется лучше но с другой стороны ведь как ему хотелось быть на постоянном месте ему хотелось быть на постоянном месте потому что ему не удавалось против раз ушел два в смысле обстоятельства так сложились да раз работу потерял два работу потерял три работу потерял и вот это начинает его нервировать беспокоить и ему хочется постоянно а вот он приходит на постоянное вдруг он понимает что тянет его именно к динамике к переменам и ну ну конечно 24 года мама родная и вот меня знаете немножко ну не пугает а скорее даже веселит но вот когда он говорит что я уже чего-то добился и у него же какая-то стабильность появилась вот и жена что-то говорит жена надо еще моложе там душ ну или примерно такого же возраста то есть тоже не человек обремененный большим жизненным опытом вот ей как-то вот комфортно вот там вот так вот в маленьком таком мирке который там у них сейчас есть но в 24 года стабильности никакой быть не может в том смысле что жизнь большая и еще много чего случится и в маленьком городке тем более компания небольшая да то есть нестабильность зашкаливающих в целом то есть мы не знаем конкретно что за компания чем она занимается там и так далее но мало того что как бы в стране там стабильности много нет но и живет он в городе в котором тоже работы мало то есть опять стабильности особо нет то есть вот что-то случается с его компания и он на улице ну в том смысле что он потеряет то и чем он сегодня так дорожит то есть явно его месте беспокоился о том что будет когда это случится а это непременно случится ну как бы вероятность того что это случится зашкаливает и ну ближе в течение там нескольких лет поэтому а если это случится когда ему 30 не будет вот тогда проблема будет вот тогда будет ему на всю голову проблема потому что он самые лучшие годы жизни самые яркие сочные продуктивные профукал значит потому что жена им говорилось тут у нас стабильно вот и все и он и он уже никто ну то есть конечно он без работы не останется он там опять же поедет там москву или там питер или какая-то работа у нее будет все все правда но он не не реализует тот потенциал который у него сегодня есть он относительно себя потеряет он может быть относительно того кто я не знаю сбоку из бухгалтеров хочет в тестировщика переквалифицироваться он относительно него будет большой гуру относительно себя самого сделает там три шага назад поэтому если это его профессии он себя в ней как бы видит там где-то моя профессия тогда он должен спросить себя что будет со мной через три года через пять лет через десять лет через 15 лет потому что профессия динамичная уж уж я даже не знаю если на свете что-нибудь еще более динамичная чем вот допустим работа программист поэтому ты не можешь отставать ты не можешь сесть на месте искать ну вот вроде сижу ты не сидишь ты движешься назад то смысле что пока ты сидишь все уходит вперед и ты как бы относительно переднего края ты движешься назад ты не растешь наша способность к росту сильно завязана на возраст поэтому для того чтобы в возрасте постарше будучи до постарше удерживаться на плаву тебе надо в молодые годы по максимуму себя задействовать инвестировать в это во все вот то что с ним до этого происходило вот это и должно быть по максимуму поэтому конечно ему надо ехать москву конечно ему надо искать работу где я не за насчет большой компании или маленькой вот вот размер компании меня меньше всего в данном случае интересует может быть большой как-то стабильнее интереснее там я не знаю но искать компанию где он сможет расти профессионально независимо от размера желательно пусть это не будет первая работа у него в москве пусть это будет 2 там или 3 но желательно чтобы это было связано с какими-то офшорными разработками почему это важно потому что я думаю что он и технологически что-то получит дополнительно для себя и с точки зрения общения на английском языке ведение документации на английском языке общение заказчиков и так далее то есть то есть важно быть специалистом международного класса оказавшись в москве он окажется не просто в москве он окажется ну если как бы будет этим заниматься и интересоваться он окажется в таком сегменте российского рынка который как бы является частью международного рынка и это особая ценность и особый класс понимаете вот я когда смотрю там человек говорит я там программист на с1 или как она там называется вот и он мы когда были со светлой в москве вот лет ну сколько уже там 13 14 назад ну там по делам ездили заодно мои одноклассники собирались там бывшие физмат школьники значит ну и там женщина одна была и она вот со мной так советовалась на готове я сын ведь закончил что там по экономике но поскольку там работы адекватно ему не было он стал вот программировать на с с1 и она его толкала как-то во что-то более такое она такая с мехматовским образованием такая серьезная женщина и она его толкала во что-то посерьезнее а он а он доволен до соплей то есть он как бы у него заработок хороший начальство уважает там у него все есть и лет ему было там не знаю 25 или 26 я и то же самое говорил ты пойми а пройдет 10 лет вот он будет специалистом международного класса или нет пока он на этой с1 работает нет то есть это как бы такое с точки зрения вот бытия международного класса специалистом это тупиковая ветка и вот собственно и все значит поэтому задача его не в том чтобы жена была довольна вот вот чем-то там таким вот а задача его в том чтобы он рос рос и рос жена и дальше была довольна потому что но я не знаю но я не против того чтобы жена была довольна я я против того чтобы жена его тормозила а он бы не понимал сам как жизнь устроена и позволил бы ей себя поставить в невыгодные условия развития профессионально поэтому так мое видение такое тем более что ему нравится пойти он же сказал что ему нравится если паска вот есть бы где-нибудь там и и сидите чтоб никто меня не трогал но у него же нет такого наоборот рвется куда-то в драку поэтому надо идти это же это же и для жены хорошо и для тебя хорошо и для детей которые вас когда-то будут и может быть так вот поработает москве там пару лет а и вдруг вывернет день там в лос-анджелесе или в нью-йорке или вот у нас тут кремниевой долине я вчера там вступил в переписку с молодым человеком в скайпе он говорит что вот каждый день проезжает мимо нашей школы а нас видно там у нас вывеска красивая больно красивый не зовешь но большая заметно вот и он как каждый день проезжаю вот хотел зайти рассказать свою историю ягу давай свою историю и он в apple что и работает я я не уверен но как-то тоже не какая-то такая трансформация он говорит что если его историю рассказывать это минимум там два часа нужно ягода с никто не останавливает давай и вот он еще оказался в кремниевой долине просто ну вот с ничего то есть он он даже как-то вот так раз и оказался и дальше какая-то жизнь пошла поэтому я хочу сказать может может быть так да и немножко дальше москвы можно но опять существенно в этом не то что говорит жена и и даже родители а существенно в этом то с чем ты пришел в этот мир и как ты самореализуешься в этой жизни понимаете и на на пути к самореализации абсолютно ничто не должно тебе мешать ничего хуже нет как не самореализоваться и жена вам не враг и и вы ей тоже значит она может быть самореализуется через семью через быт через за стабильность и естественно женщина гораздо больше стремится к стабильности и детей нужно выращивать очаг семейный поддерживать это абсолютно естественно было бы очень странно если бы она была авантюристка и втягивала вас в какие-то жуткие дела там и так далее то есть это тоже бывает но гораздо естественнее когда женщина стремится к стабильности она просто еще молоденькая и мыслить другими категориями поэтому она она не видит еще этого но вы должны видеть и как бы я моя функция вот в том что я отвечаю на этот вопрос я я вижу свою функцию в том чтобы показать вам какое-то видение со стороны то есть человека который прошел через уже какие-то какие-то этапы в жизни и видит там и больше заинтересован в том что дальше произойдет а не тем что в 24 года у тебя стабильность до 24 в 25 мне казалось что я уже не могу меняться я уже взрослый состоявшийся человек абсолютно уже сложившийся и как ну как я могу меняться а чему там ну что что вам не может менять и потом каждые там лет пять-шесть там которые шли дальше включая сейчас когда мне 60 я думаю надо же а я все меняюсь я очень радуюсь про жду смотри-ка жив черт возьми это еще как бы поживем этим вот еще меняемся поэтому так так вот я на это смотрю и очень желаю чтобы молодого человек и все получилось у него уже сейчас все получается вот но получается как бы вот там в масштабах этого городка и все висит на волоске он 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 может быть этого не чувствует но на протяженном отрезке времени это все абсолютно висит на волоске и кроме того ну хорошо он программист это замечательно но ведь программистом же ты не можешь быть нет ну ты можешь я знаю 60 лет люди программируют но там есть другой рост не только в технологиях языках программирования там методах работы но есть же рост еще какой-то такой как сказать даже не обязательно административный но человек начинает видеть больше у у него возникает потребность скажем там подняться на ступеньку вторую третью в карьере быть лидом быть менеджером быть директором быть каким-то там я не знаю кем-то вот таким а где ж ты будешь в одной компании если там вся компания маленькая и ты там самый главный или там почти самый главный куда ж тебе теперь 5 каждый раз когда ты работу берешь новую ты спрашиваешь себя какая следующая будет если у вас нет ответа на вопрос какая моя следующая работа после этого но не смысле компании а в смысле того на какую орбиту меня выводит вот эта работа так вы ищите другую где есть ответ на этот вопрос нет смысла менять работу на на какую-то другую которая не отвечает на вопрос дальше что и у светы моей был менеджер она когда в xerox 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 когда она там работала у нее был менеджер и менеджер и так как-то между делом он говорит что первый день когда ты начинаешь думать о следующей работе это первый день когда ты работаешь на этой не имелось ввиду что ты думаешь уйти да когда тебе уходить нет ты думаешь о том что вот я сегодня начал работать что я принесу на следующую работу что я сегодня делаю такое что составит мой как сказать капитал при переходе на следующую работу почти не думаешь вот я работаю меня все стабильно и я здесь проработаю всю жизнь тем более жена не возражает понимаете а вы думаете о том дальше что у меня был приятель он программист и охти господи и этот программист где-то там работу в сша и немножко не то что он валял дурака но он что-то там они делали подделывали переделывали там еще это как-то крутился в каком-то таком соку варился и когда он пошел следующий раз искать работу ему говорят там его что-то делают вот это описал проект ему говорят и и сколько что это делал могут ну вот я там работал год и они выпучили глаза на него и говорят что вот ты вот вот это делал год и вдруг до него дошло что болтаться без дела или там скажем ерундой заниматься и так далее нельзя нельзя потому что это видно люди смотрят как а что же там было делать год а что а что еще ты делать ты ничего больше не делайте вот как бы много можно много крутиться вокруг этого всего и там примеры приводить на общем такая вот история счастливо